У нее на футелефоне была фотография полуголова Путина верхом на лошади. Она угощала друзей водкой в Russian House, туда часто ходят русские дипломаты, и наспор пила с молодыми людьми хреновуху. Бутина хвасталась тем, что работала на российское государство, и так и не смогла объяснить, на какие же средства она оплачивает свою учебу в дорогой магистратуре. Бутина настолько активно показывала свою любовь к России, что некоторые преподаватели начали подозревать ее в связях с Кремлем. Впрочем, университет никак на это не отреагировал, пишет Washington Post. В университете ее часто видели вместе с Полом Эриксоном, членом республиканской партии и активистом, тесно связанным с оружейным лобби. Он часто приходил на ее вечеринки, а летом этого года они собирались жить вместе, и именно он посоветовал ей поступить в магистратуре. На вечеринке в честь днерождения Бутины, где хозяйка была в костюме императрицы, Эриксон пришел в костюме Распутина. Гости запомнили гигантскую бутыль водки в виде автомата Калашникова. Защитники Бутины настаивают на невиновности. Виновна ли она на самом деле, мы узнаем в ближайшие недели.